Так, я рад вас приветствовать. У нас сегодня день открытых дверей по курсу веб-разработчик. Значит, у нас будет потом еще открытый урок и еще один день открытых дверей. И сегодня я вам расскажу про курс, отвечу на ваши вопросы и постараюсь все эти моменты, которые вам интересно, прояснить. У нас есть чат с небольшой задержкой. Предлагаю вам активно участвовать, задавать ваши вопросы. Значит, могу ответить не сразу, но постараюсь отвечать сразу, потому что народу вроде бы не очень много. Поэтому, думаю, буду сразу отвечать, потому что вопросы – это одна из, наверное, самых важных у нас частей нашего дня открытых дверей, чтобы можно было познакомиться и все обсудить. Единственное, мешает немножко задержка, но если что, я вопрос все равно увижу. Значит, сегодня я вам расскажу о программе нашего курса, немножко про Otus, наверное, этого вы уже знаете, и отвечу, как я сказал, на ваши вопросы. Для начала предлагаю познакомиться. Меня зовут Леонид. Я автор этого курса, то есть WebPeton. Значит, я на данный момент главный разработчик в фирме Zval.ru. Давно уже занимаюсь разработкой и, собственно, преподаванием тоже где-то около пяти лет занимаюсь. Значит, также вас сегодня познакомлю с нашими преподавателями и немножко расскажу про каждого из них. У нас их много. В основном я занимаюсь разработкой на Python и на Django. Раньше, правда, на других еще языках писал. Вот, сейчас только Python. Ну, плюс еще фронтенд на JavaScript. Значит, напишите, пожалуйста, в чат, кем вы сейчас работаете, как вас зовут. Очень бы хотелось тоже познакомиться, узнать, кто к нам пришел. Вот, сколько лет вы в IT и чем вас привлек этот курс. Вот уже есть комментарий. Отлично, я буду зачитывать. Год копаюсь в Python. Начать лучше с Flask или сразу можно на Django? Хороший вопрос. Как я сказал, буду стараться сразу отвечать. Можно сразу на Django. Во Flask там приходится много чего делать вручную. С PHP, если, допустим, вы, например, писали на каких-то фреймворках, типа IEI или Laravel, тогда быстрее, наверное, будет сразу Django смотреть. Так, хорошо. Так, вы пока набирайте из-за задержки, я буду дальше тогда рассказывать. Вот, и, собственно, сейчас дальше пойдем. Так, я предлагаю начать с тех людей, которых интересует именно устройство в какую-нибудь фирму, либо переход в IT. Вот, мне подготовили статистику по вакансиям по нашим, то есть по специфике Python и Fullstack разработчиков. Значит, у нас получается, что нужен обычный опыт от 3 до 6 лет. Кстати, сборная информация, то есть у меня есть файлик, там прямо было по фирмам, я его не стал открывать. То есть тут примерно общая статистика. Значит, в Москве 538 вакансий, зарплата примерно от 57 до 172. Вот, сейчас зарплаты довольно неплохие, даже в регионах, вот 57, это, наверное, вообще самая такая минимальная зарплата. Ну, хотя можно, если постараться, и ниже, я думаю, найти, вот, где-нибудь в глубинке. Значит, я зачем это показываю? Чтобы мы посмотрели сейчас, что хотят наши работодатели, и посмотрим потом по курсу, чего не хватает. Может быть, я что-нибудь в него забыл включить, как раз и разберем. Вот, и обычно получается, что еще как раз, смотрите, с опытом уже работы от 2 лет, потому что сейчас джуниоров выпускают довольно много. Значит, знание SQL, баз данных, знание HTTP, знание Gita. Да, как раз фреймворки Django, Flask, третий, а его HTTP, это асинхронный фреймворк, он есть не во всех требованиях, получается. Дальше брокеры задач, что Rabbit, Kafka обычно, движки поисковые тоже есть не везде, но часто встречаются, и принципы построения REST API. Вот, я предлагаю примерно на вот эти вот пункты ориентироваться, плюс для Fullstack разработчиков, ну, то есть, если это, например, какая-то небольшая компания, либо есть вакансия именно Fullstack разработчиков, вот, а тут еще добавятся как раз фронтенд какие-то фреймворки, то есть, стояла скрипт, вот, и это, например, React или Angular, ну, Angular, наверное, реже, и, например, Vue.js. То есть, вот такой вот у нас требуется стек. Если это не вепитон-разработчик, тогда можно найти какие-нибудь интересные вакансии, например, с PyQt, может быть, слышали, напишите, пожалуйста, кто слышал про такую штуку, сейчас я запишу, вот, либо, например, что-нибудь продвинутое на IOH-TTP, либо что-нибудь со знанием язык оси, вот. Но в основном на питоне сейчас, ну, так и осталось, как и было, больше всего под веб, то есть, вот такие вот примерно требования. Так, хорошо. Это рассказал. Теперь я перейду на наш сайт, тут по презентации у меня со знакомством все, и расскажу именно про курс, то есть, как он помогает тем, кто хочет устроиться куда-то, либо просто людям, которым интересно изучить веб-разработку именно на питоне, и отвечу, собственно, на вопросы. Так, я еще хотел вас спросить, проходили ли вы какие-нибудь курсы по питону, может быть, по JavaScript, вот, на Otus'е или на других сайтах. Так, если проходили, пожалуйста, напишите в чат, давайте посмотрим, это довольно интересно. Я сам проходил курс, кстати, на Otus'е, ну, не так давно по безопасности, ну, и вопросов для себя, то есть, с работой это не особо связано. Вот, ну, и мне понравилось, было довольно интересно. Тоже получил сертификат, там домашки сделал. Итак, я пока дальше продолжу, да, набирайте, из-за задержки приходится так. У нас, кстати, на занятиях задержки никакой нету, то есть, там все удобно, можно сразу общаться, можно даже голосом, там, голосом в чате, все это быстрее происходит. Так, теперь про курс. У нас называется веб-разработчик на питоне. Фишка этого курса в том, что в нем, в него входят навыки работы с JavaScript, плюс навыки продвинутой работы с питоном. Вот, то есть, мы изучаем где-то половину курса питон и фреймворк, фреймворки Flask и Django, и половину курса, где-то, ну, даже чуть меньше, наверное, половины курса, это JavaScript и фреймворк React. Правда, это, ну, если строго говорить, не совсем фреймворк, но можно сказать и так. Значит, на курсе, получается, вы сможете научиться создавать веб-сайты как старинные, ну, как старинные, сейчас это все равно еще все работает, то есть, как чисто на Django, когда у нас страница рисуется на сервере, так и продвинутая, то есть, когда у нас есть API, и страница рисуется на клиенте. Значит, курс у нас длится 5 месяцев, это довольно много, вот, но как раз, ну, как сказать, много, то есть, как раз все темы туда вошли необходимые, вот, но ничего, как бы, лишнего нету, то есть, с другой стороны, можно, как бы, и год, и два изучать и так далее. Вот, курс рассчитан на то, что новички научатся веб-разработке на питон, ну, то есть, например, кто либо переходит, вот, как раз, как написали с других языков, допустим, с PHP. Это, кстати, хороший вариант, я только сейчас почему-то про это подумал. То есть, например, с PHP, с Java, с C Sharp, можно быстро вникнуть в веб-разработку. Дальше также для новичков питон и для новичков на JavaScript. Вот, то есть, мы изучаем углубленный питон Django, и потом у нас идет часть по фронту. Это React, и, значит, тот фигма написано у нас, ну, это, кстати, убрать, это по дизайну. Вот, но если, кстати, у кого-то будет желание, можно, наоборот, добавить. Так, вижу комментарий, да, давайте сразу прочитаем. Питон для работы, что-то похожее на Data Science, основа языка и Pandas. Значит, парсинг, API и прочее. Проходил на платной платформе, но от организации. Да, отлично. Единственное, Data Science, ну, это, кстати, хорошая основа именно под питон. Но там есть, получается, своя специфика именно в Data Science. То есть, здесь мы больше именно промышленной разработкой занимаемся. Ну, то есть, разработкой сайтов, интерфейсов и так далее. Вот, так, это, я так понял, проходили курс. Да, отлично, что написали. Значит, в итоге курса, ну, опять же, кому это интересно сделать свои проекты, у нас будут большие, как бы, вот реальные проекты. Это небольшой сначала проект, написанный на Flask, то есть это будет блок. А потом самый большой-большой проект на Django, в который войдет, значит, бэкэнд на Django и фронтэнд на Рябки. И после еще всего прочего, когда мы это все изучим, у нас еще время есть на дипломный проект. Значит, когда вы сами выбираете тему, я их потом покажу, эти темы, и можно будет уже именно вот разработать что-то свое интересное. Плюс к этому мы добавили обязательно такие штуки, как тестирование, оптимизацию и работу с Docker. Потому что, а, кстати, вот, вот что я хотел еще показать. Здесь почему-то не было Docker. Но я закрыл уже в требованиях к, значит, разработчикам не было Docker, но хотя он сейчас практически везде тоже есть. Может быть, кстати, там смягчили требовать, потому что его не все знают. Вот. Значит, для кого курс, я уже немножко рассказал. Получается, что это кому интересен Python, кому интересен Web, кому интересен FullStack, ну и просто тем, кто хочет на Python прокачаться, развить свои навыки. Потому что если даже заниматься не чисто вебом, ну, то есть не делать сайты, то это будет полезно, потому что на Python все практически делается все равно с веб-интерфейсом. Так. Пойдем дальше. Значит, я вас всех приглашаю на 15 марта на открытый урок. То есть сегодня я расскажу только про курс, а вот 15 числа у нас будет на тему работа с библиотеками популярными на Django открытый урок. То есть можно будет примерно оценить, как это дело все происходит. Вот. И поучаствовать, я думаю, будет довольно интересно. Так. Поехали дальше. Опять же повторюсь, если есть какие-то вопросы у тех, кто подошел по курсу или просто про отус, или вообще любые, пожалуйста, задавайте, я буду на них отвечать. Единственное, у нас есть задержка, поэтому может долго вопрос доходить. Значит, теперь самое, наверное, главное расскажу, почему именно желательно прийти в отус, а не куда-то в другое место. Это в основном из-за преподавателей и из-за уровня знаний, которые преподаватели в себе несут. Скажем так. Фишка в том, что в отус берут только тех преподавателей, которые занимаются профессиональной разработкой. После того, как преподаватель пришел, он, получается, еще не преподаватель, просто разработчик, вот его обучают именно преподавать. У кого получается, скажем так, те остаются, ну и кому плюс нравится, у кого не получается, те не остаются. Поэтому вот у нас такая большая команда, я сейчас кратенько про каждого расскажу, чтобы было понятно, кто чем занимается, ну и какой как раз стек технологии расписан. Вот, и, думаю, будет интересно. Значит, у нас получается, вот, например, Михаил, он, видите, работает в компании InfoDev. Ну и так у нас все люди, они где-то работают и вечерком иногда приходят преподавать. Вот, так как команда большая, как раз так и получается, то есть не каждый раз в неделю, а через определенный промежуток. Вот, Михаил у нас знает, как Django, Celery и так далее, и он очень крутой разработчик на фронте, то есть он знает кучу фреймворков, он знает Angular, React и React Native. Вот, далее у нас есть в команде Евгений. Евгений как раз к нам пришел больше как преподаватель, то есть тут написано, что он работает, смотрите, в КГУ преподавателем, плюс еще он разрабатывает на фрилансе, то есть тоже на питоне, на JavaScript. Дальше. Александр, он у нас работает в Америке, в Cisco Systems. Занимается он в основном микросервисами, то есть, хотя вебом тоже, то есть он прям много-много всего знает, и еще плюс CI-CD. У нас, кстати, за границей работает, получается, Александр, плюс еще Михаил. Давайте по порядку пройдусь. Так, вижу вопрос, да, задавайте, я обязательно буду прерваться отвечать, то есть я думаю, что это у нас самое главное. Можно ли портал сделать на фласке, не очень загруженный? Так, и какой сайт будет пухлее? Хорошие слова. На питоне или на перле? Значит, на фласке, да, можно сделать сайт. Единственное, когда сайт начнет развиваться, получается, нужно будет к фласку допиливать всякие разные библиотеки. То есть, например, там нету встроенных пользователей, там нету встроенных форм, также там нету, например, встроенной авторизации. И таким образом получается, что вот эту каждую небольшую часть на фласке обычно подгружают сторонней библиотекой, и вот так он постепенно растет. То есть, например, в отличие от Django, в Django все это по умолчанию есть, если сайт уже, ну, как бы более-менее подразумевает там авторизацию пользователей, базу, тогда, возможно, проще с Django стартовать. Но на фласке тоже можно. То есть фишка фласка, что на нем как раз делаются небольшие сайты либо небольшие сервисы. Вот. Не знаю, ответил это вопрос или нет, если что, напишите уточнение. А пухлее будет так. На перле я не знаю, как, не смотрел, кстати, вот, что там используется для разработки. Мне кажется, будет примерно одинаково, если брать, ну, тоже какие-то, допустим, библиотеки и так далее. То есть примерно получается, что на питоне, например, на Java или, например, на C Sharp, они где-то одного размера. Ну, просто потому что там и технологии примерно одинаковые, и библиотеки похожи. Вот. А на перле я не знаю. На перле я не видел. Так. Что я говорил? А, про Леониду Орлову я уже рассказывал. То есть я главный разработчик и руководитель, собственно, курсом. Сергей у нас работает в компании Funbox. Значит, и тоже занимается. Он, кстати, больше на бэке питоном занимается. Никита у нас работает. Никита у нас работает так, где у него написано. А, у нас Никита, кстати, да, в разных компаниях работает. И сейчас он, по-моему, вот в этой компании. Он у нас в роли фронтенд-разработчика, как раз спец по React'у большой. И интересные штуки. У нас вот есть Юрий и Сурен. Это как раз два руководителя других курсов. Юрий ведет курс, ну, вернее, руководитель курса на Java, на Spring'е. Хотя забавно, что у нас он ведет JavaScript. Ну, то есть, видите, у нас как бы получается, что многие под FullStack заточены разработчики. Вот. А Сурен, он работает в AdCombo. И они там занимаются микросервисами. И АСурен у нас руководитель курса базового питона, получается. Вот. То есть у нас сейчас три руководителя, получается, курсов. Вот. Ну, и Михаил, он работает в Амстердаме. Надо, кстати, спросить, как там в Амстердаме работается, будет. Вот. И живет он где-то в Европе, в Болгарии, по-моему. Ну, это не точно. Вот. То есть он не в России. Ну, и тоже, получается, он у нас FullStack. Разрабатывает на Java и Python. И, значит, занимается у нас JavaScript на курсе. Вот такая команда. Примерно, надеюсь, понятно, кто будет вести. Ну, я имею в виду как разработчики. А как преподаватели тут уже вы познакомитесь. Кто придет на курс, послушает и так далее. Так. У нас, получается, один человек написал, да, что проходил курс. Хорошо. Давайте другой вопрос. Насколько вы оцениваете свои знания на питоне? Давайте так. Примерно от одного до пяти, пожалуйста, напишите. То есть D5 – это все прямо идеально, знаю, питон. Все умею, все могу. Ну, и единичка – это, например, убею, что эти Hello World писать и так далее. Просто, ребята, оценим, какие у нас люди. В любом случае все интересные, классные. Вот двоечка. Хорошо. У нас сегодня мало, наверное, народу, но все равно интересно. Два-три. Отлично. Мне кажется, тут еще обычно как-то себя занижают. То есть где-то двоечка – это, наверное, троечка, а два-три – это, наверное, четыре-пять. Не знаю. По-моему, опыт почему-то так часто бывает. Так, хорошо. У нас получается на курс, чтобы прийти, как раз, наверное, нужна где-то двоечка. То есть, смотрите, у нас здесь на сайте написано необходимое знание. Ну да, у нас, по-моему, мало человек. А, кстати, это один и тот же человек. Писал два-три. Три, извините. Вот, я подумал, что два человека. Вот. Ну, в любом случае, там другие в записи посмотрят, еще целый месяц у нас есть. Вот. Вот у нас, значит, необходимо знать синтаксис Python. То есть, вот было как раз, вы писали комментарии про Pandas. Я думаю, этого должно хватить. Вот. То есть, база Python. Дальше. Стандартная библиотеку. Ну, наверное, вот как раз что-нибудь. Типа NumPy, Requests, Pandas. Это будет достаточно. Дальше. Основа написания поддерживаемого хода. Но, кстати, этот пункт, наверное, можно убрать из необходимых знаний, потому что мы это в самом начале рассказываем. Получается. Вот. Потом SQL, HTML, CSS, JavaScript. Всего по чуть-чуть. Вот. Всего по чуть-чуть. То есть, как правильно это работает, как устроены теги, стили и так далее. И желательно работать с Git. Хотя это тоже не обязательно. Вот. Если у нас, значит, не хватает знаний, тогда на курс лучше не идти. Вот. Я это, честно говорю, потому что получается, что у нас нету вводных по Python. Ну, то есть у самых базы там переменные циклы и так далее, и так далее. Вот. Можно тогда посмотреть, да, курс базового Python. То есть он есть как раз для новичков. Ну, либо где-то на другом сайте, может быть, тоже для новичков посмотреть курсы. Так, видишь, комментарии. Два. Нет предела совершенства. Тест на основу издал на четверку. Тест на разработку. Страх. Понятно. Вот. Ну, в тесте там сложно, на самом деле, адекватно оценить. То есть они так хотя бы, чтобы более-менее понять, какой уровень, такие тесты очень трудно делать. То есть лучше все равно удостовериться, что вот эти основы, они в копилочке есть. Также у тех, кто, например, с других языков перешли, тем проще. То есть там можно сразу идти. Ну, я имею в виду уже, кто занимается, например, профессионально там на Java, на C Sharp. А тут, я думаю, проблем не будет. То есть можно синтаксис быстро выучить и потом выучить фреймворки. Так. Теперь по программе. Значит, если какие-то вопросы возникают, то, пожалуйста, задавайте. Вот я расскажу как раз сейчас поподробнее, что мы будем изучать и зачем это надо. Получается у нас… Давайте откроем первый модуль. Обратите внимание, почему я его открыл. У нас идет введение в Python с… Значит, у нас есть тема модулей библиотеки пакетов. И то она для разминочки. Дальше за ней идет по Python два занятия по ООП. Это все, что у нас есть по основам Python. Я имею в виду, что все остальное желательно, чтобы вы уже знали. То есть основа там алгоритма, переменные, как программу принтить и так далее, дебажить. Также, смотрите, сразу идет докер, чтобы мы научились за весь курс делать еще докер-контейнеры. И сразу идут тесты вначале. Для того, чтобы все это дело профессионально сразу начало развиваться. То есть это тесты, это докер, и это первое занятие написания чистого кода. Вот. То есть это самая основа для промышленной разработки. После первого модуля у нас идут два блока по Python. То есть раз-два. А потом два блока по JavaScript тоже. Раз-два. Мышкой, кстати, двигаю. Надеюсь, что видно. Вот. Значит, в первом блоке по Python мы изучаем Flask. И мы изучаем введение в Django. То есть два вот этих фреймворка. И делаем на Flask проект блог. Далее. Когда мы это проходим, мы в следующем модуле изучаем продвинутую работу с Django. И начинаем изучать Django REST framework. Напишите, кстати, в чат, пожалуйста, кто слышал про Django REST framework. Понимает, зачем он нужен. И минусик, если не слышали. Вот. Ну, либо, не знаю. Пока смыто понимание есть, зачем он нужен. Так. Значит, немножко, наверное, подожду. Так, духа не переведу. Купью воды и сейчас продолжим. Спасибо за ответы. Значит, у нас, получается, есть следующая картина. Есть старый такой способ делать сайты с использованием создания страниц на сервере. То есть мы, грубо говоря, все делаем на Python. У нас для этого есть Django framework. И он позволяет нам рисовать странички и отдавать, значит, браузеру. Браузер их читает. И вот у нас получается сайт. Это так в двух словах. Надеюсь, понятно объясняю. Новый вариант разработки, то есть современный. Это когда мы делаем на бэкэнде, то есть на Python, только часть API. То есть, по сути, мы отдаем пользователю не страницу, а только голые данные. То есть не вот такой красивый дизайн, а только данные. После этого данные получает у нас JavaScript и уже на клиенте отрисовывают красивую страницу. То есть примерно вот так это работает. Значит, в первом модуле поэтому мы изучаем подход классический, то есть когда все на бэке делается. А во втором модуле здесь начинаем изучать уже продвинутый подход. И основой его является Django REST framework. То есть это расширение Django, которое позволяет делать не страницы, ну то есть не готовые странички отдавать вот такие, а делать API именно. Может быть, тоже слышали такое понятие. Вот. Оно нужно либо, чтобы нарисовать потом сайт, либо чтобы к нему обращаться программно. Ну и все это мы на курсе рассказываем подробнее, как это все потом подружить друг с другом. Вот. Собственно, API делается с помощью Django REST framework в основном, хотя можно и на фласке тоже сделать. Вот. И GraphQL библиотеки. Вот. После этого идут продвинутые темы, там, тестирование, оптимизация и так далее, плюс код-ревью, и начинается фронт-энд-часть. То есть когда мы сделали API на бэке, мы начинаем изучать фреймворк React и делать, значит, на фронте, делать, собственно, красивый сайт с помощью JavaScript. Значит, да, вижу вопрос. Это проще для сервера по нагрузке и как PS реагирует? У нас получается, да, это проще по нагрузке, потому что у нас часть нагрузки, она идет на клиента. Вот. То есть, допустим, если на сервере мы рисуем страницу, то мы все это делаем на сервере. Ну, то есть там дизайн, подключаем теги всякие. Если это API, то мы все это делаем на клиенте. Вот. Допустим, здесь на сайте Otus, у меня, кстати, не горит на этой странице. Вот. Выделяю React Developer Tools. Используется как раз такая же связка, как мы изучаем в курсе. То есть у нас идет, значит, на React-те фронт. Я не знаю, почему эта страница не горит. Может быть, она статическая, поэтому она вот по-старому может быть образцу сделана. А на бэке у нас идет Django. Можно, кстати, попробовать. Так. Что такое? Вот. На этой горит, смотрите. Тут горит расширение React. Это значит, что у нас здесь, вот на этой странице, отрисовывается все на клиенте, получается. Вот. А вот эта страница может быть старая и рендерится, например, на сервере, а потом отдается. Так. Второй вопрос. Как PS реагирует? Ну, что, PS, не совсем понял аббревиатуру, что означает. Пожалуйста, расшифруйте. Так. А то придется выгадывать. У меня есть предположение. Вот. Значит, так. И плюс еще, смотрите, может быть так, что, например, человек пришел учиться на Питоне, но ему больше понравился JavaScript. И он уходит во фронт-энд разработчики. Это реально так и есть. Вот. Поэтому вот эта часть, вторая, она, в принципе, может жить сама по себе. Вы можете изучить React и, собственно, заниматься просто фронт-энд разработкой. То есть у нас такой многофункциональный получается курс и то, и то. Либо вам вообще не понравился JavaScript. Так тоже часто бывает. Может быть, даже чаще. Вот. И тогда можно просто писать в бэкэнд на Django. А, поисковики. Да, понял. Спасибо. Я, кстати, про другое подумал. Вот. Поисковики реагируют не все хорошо. Это влияет на SEO. И, ну, вот как бы модные сайты, они хуже работают для SEO. Хотя поисковики, они как бы сами пишут всякие расширения, чтобы это нормально работало. То есть сейчас, ну, множество сайтов, уже, наверное, больше половины, мне кажется, сайтов. Ну, у меня нет такой статистики просто по ощущениям разработческим. Переходят на модель, вот когда есть фронт на JavaScript. И поэтому поисковики, они сами стараются это все дело учитывать. Хотя работает пока не очень хорошо. Ну, как нехорошо? Нормально. Просто есть моменты, допустим, где важно SEO какое-то прям вот очень хорошее. Тогда лучше использовать старый вариант, а не новый вариант. Хорошо. Кстати, здесь у нас JS тоже стартует не с нуля. Ну, практически с нуля. Он стартует с ES6 формата. Вот, я понимаю, почему, наверное, вам не нравится. Может быть, вам понравится как раз вот ES6 формат и React. То есть это реально немножко другое. Если вы, допустим, прогали вот на чистом JavaScript, то это чуть-чуть другое. Это как бы такой красивый JavaScript плюс хорошая библиотека, то есть уже готовый такой фреймворк, на котором, ну, реально удобно разрабатывать. То есть вообще JavaScript, вот когда только я начинал разработку, с ним реально было тяжело, и он был довольно странный и некрасивый. Когда появился формат ES6, уже стало все лучше. Плюс вышло Node.js, и тогда вот уже более-менее сейчас нормально разрабатывать. Ну, хотя я тоже больше люблю Python и Backend. Значит, получается, что в ходе вот этого вот всего обучения мы создаем сначала… У нас в первом небольшие программки для тренировки. Потом мы создаем сайт на Flask, небольшой блок. Потом мы до конца работаем над большим сайтом на Django, чтобы понять, как делать Back, как делать Front и как это все собирать вместе. Плюс еще у нас есть в конце проект, где мы, значит, выбираем свою тему, и за определенное время, там, по-моему, месяц или два, можно посчитать. Вроде бы так. Да, по-разному, где-то от месяца до двух дается время на реализацию проекта, тема которого может быть любой. Так, единственный момент. Единственный момент. Я хотел показать вам темы дипломов, чтобы тоже сразу было понимание. Так, сейчас, секундочку. Давайте я сделаю… Здесь ничего не отвалится. Давайте я сделаю вот так. Я сейчас открою эти темы, просто забыл их вывести на экран, и вам покажу снова. Так. Я их просто вынес в файлик, потому что я постоянно теряю этот файлик. Вот. Посмотрите, пожалуйста, какие темы. То есть это, по сути, сайты, которые можно разработать как чисто на Python и Django, так и с помощью и JavaScript, и Python. Вот у нас большинство делали full stack как раз. Ну, то есть чтобы все это дело потренировать. Некоторые делали вот как, допустим, мне понравилось тот JS. Вот. Ну, обычно просто времени там в конце меньше у кого-то было на JS. Вот делали просто на Python. Вот я буду выделять. То есть, например, система транспортной компании, каталог подрядчиков недвижимости. Вот это, кстати, реальный проект человек сделал. Ну, то есть он для бизнеса, для своего. А дальше Django Oscar. Для сетевого оборудования проект. Трудоустройство выпускников вуза. Аренда бытовой техники. Сбор статистики соцсетей. Магазин китайского чая. Интернет-радиостанция. Трекинг задач. Система заявок диспетчерской. Антикафе. Значит, разработка аппарата по управлению роботом-манипулятором. Вот такие разные, в общем, темы получились. Это я для демонстрации собрал. А плюс, если тема не придумана, у меня еще есть там заготовленные. Но их еще никто ни разу не выбрал. То есть все придумывают свои. Видите, они разные. То есть можно вообще любую понравившую систему взять и сделать. Вот это последняя. Там была забавная история. Там вообще была не на Django. Она была на Python. На как раз, сейчас скажу, на IOH-CDP. Ну, то есть она была синхронная. Мы вообще про это ничего не проходили. И там человек просто для себя делал вот эту работу. Забавно то, что мы потом вдвоем ее как-то проверили, потому что там получилось довольно сложно. Ну и плюс, так как мы с этим не работаем, ну так часто, то пришлось долго сидеть и разбираться, что получилось. Вот такие темы тоже, чтобы сориентироваться, что у нас есть по проектам. Так, кстати, напишите, пожалуйста, в чат. Тоже, может быть, вы уже делали какие-то программки интересные или проекты. Тоже хотелось бы посмотреть, вот что получилось. Может быть, не только на Python, а на каких-то других языках. Давайте посмотрим. Так, вы пишите, я пока расскажу про процесс обучения, как оно проходит. Тоже постараюсь подробно рассказать, чтобы все было сразу понятно. Значит, у нас получается на курсе есть вебинары в онлайн-формате. Для каждого вебинара есть запись. То есть не обязательно на все ходить, важно посмотреть в записи. Онлайн можно задавать вопросы, можно в чате, только уже нормально, вот не как сейчас с задержкой. Вот. А, собственно, голосом еще можно. Так, нужно бежать. Да, спасибо, что пришли. Можно, если что, в записи досмотреть. Ну и приглашаю вас на открытый урок 15-го еще. Смотреть. Значит, у нас получается дальше. После двух занятий у нас идет домашнее задание. Где-то примерно часа на 4 и больше. Чтобы это дело все отработать. Вот. Задания так сделаны, чтобы, во-первых, продолжать делать какой-то проект, который мы начали делать. И, во-вторых, отработать то, что было. То есть я специально так подбирал, чтобы можно было и сделать что-то реальное, и научиться, что мы проходим. Дальше. После сдачи мы смотрим, что получилось, и даем обязательно обратную связь. Она содержит как, ну, то есть просто проверка, что получилось, что не получилось, так и какие-то рекомендации, то есть как сделать код лучше, где-то что-то использовать, другое, либо, наоборот, может быть, все отлично. Забавно, что фидбэк обычно реально развернутый, и получается, что его довольно интересно читать. И потом по нему исправлять ошибки. Далее. В течение всего курса у нас есть с вами в Slack канал, где мы, значит, обсуждаем, во-первых, какие-то вопросы. Вот. Все вместе, групповые. Так. И решаем домашки. Ну, то есть такой есть комьюнити небольшой. Вот. То есть можно спросить как у коллег, так и у преподавателей какие-то проблемы. Вот это довольно интересно. Это в течение всего курса. Ну, и даже после курса у нас вот некоторые остаются и пишут там в Slack всякие прикольные штуки. Значит, про проект уже рассказал. После обучения у нас есть сертификат, где вписывается количество данных домашних работ и тема дипломной работы. Сертификат есть на русском, на английском. Значит, можно его скачать, можно запостить в Instagram. Ну, то есть это кого что. Кого что интересует. Можно отправить в компанию. Часто спрашивают, ценится ли сертификат. Сертификат выдается официально. Это как сертификат о повышении квалификации. На Otus'е сертификаты ценятся неплохо у компаний-партнеров, потому что мы как раз обучаем не с нуля, а до определенного уровня. Обычно в доме 2 и выше. Так. Про партнеров. Кстати, вот есть у нас здесь список партнеров. Можете на него взглянуть. Ну, я думаю, тут некоторые известные, некоторые и очень. Партнеров довольно много. Вот есть Тинькофф. Кстати, вот Авито, Тинькофф, они часто ищут, кстати, на питоне. МТС тоже. Туту. И может, значит, потом попросить отправить резюме партнерам. Но опять же, кому это интересно, после курса. И партнер его посмотрит. Так, у нас один человек убежал, как раз который на вопрос отвечал. Надеюсь, что второй человек остался с нами. Ну, и плюс кто-нибудь еще слушает. Значит, на сайте есть вот такой раздел FACU, где можно посмотреть ответы на интересующиеся вопросы. Если что-то было непонятно. Ну, либо задать сейчас мне. А также проконсультироваться. Вот здесь есть контакты help.otus.ru и телефон. То есть можно всегда позвонить, спросить какие-то моменты, какие вас интересуют. Вот, допустим, часто вопрос, можно ли, например, вернуть деньги. Тут написано. Ну, то есть я крайне отвечу, что можно. Если скидки, да, есть. Можно, значит, корпоративную взять. Обучение тоже договориться. Так, и еще я хотел важный момент тут посмотреть. По-моему, тут нет, вернее, рассказать. Значит, если по каким-то причинам не удалось пройти обучение в группе, то можно записаться в следующую группу и пройти там. Вот. То есть в основном проблемы больше всего бывает со временем у студентов. Ну, то есть там, например, что-то не рассчитал. Вот. И, например, половину нормально все делал, а потом не получилось. То есть возможность, получается, записаться в следующую группу и там пройти. Так, сверюсь, все ли я правильно говорю. Так. Ну, да, по поводу вот в другую группу это действительно хорошо. У нас была забавная ситуация как раз в текущей группе, которая идет сейчас. Там был вопрос только вначале, то есть напишите о себе, вот чем вы занимаетесь и так далее. И там такой рассказ на это, ну, там, не знаю, на сто слов. Там я, типа, крутой разработчик, там, на Java делал, на C-shark. Вот. И прохожу курс второй раз. Потом за ним снова такой рассказ. Там у меня там, например, я там побеждаю в Олимпиадах, тоже знаю там все плюс-плюс и так далее. Покажу курс второй раз. Вот. И таких много было рассказов. И потом внизу человек пишет. Так, ну, если вот эти люди проходят второй раз, то я-то что здесь делаю? Вот. Это было довольно смешно. Вот. Тоже вам пересказываю. Вот. Но дело в том, как раз было, что просто люди обучались, и они не успели пройти. Ну, то есть не было времени, и просто перешли в другую группу. Вот. Довольно прикольно было. Значит, если по программе есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Вот. Предлагаю подумать, то есть какие технологии, например, вам интересно, может быть, сам процесс обучения или что-то по проекту. Поэтому, пожалуйста, спрашивайте, я буду отвечать. А я тогда сейчас перейду, немножко расскажу о компании. То есть еще раз подчеркну, почему именно отус в определенных случаях нужно выбирать. Вот. То есть какие плюсы сильные стороны, какие слабые стороны. Вот. И там уже будет дело у нас подходить к финалу. Значит, про отус, я думаю, вы слышали. Кстати, напишите, пожалуйста, откуда вы узнали вообще про отус. Потому что я так говорю все время, что вы слышали, вы слышали, может быть, это. Первый раз человек здесь. Вот. Значит, фишка отуса в том, наверное, я бы выделил две фишки. И что первое, отус пробует связать специалистов с работодателями. Каким образом? Тем в том, что работодателям сейчас больше нужны квалифицированные сразу специалисты. То есть где-то уровень middle. Это происходит из-за того, что много стало новичков. Ну, то есть, наверное, знаете, что много всяких есть фирм сейчас, образовательных курсов разных. И новичков много, а вот опытных разработчиков их мало. Поэтому все началось с этого. Вот. И, значит, это я, кстати, хотел сказать по очереди, но это две вот вместе фишки. То есть связать с работодателями. И второе – это сделать квалифицированных специалистов сразу на выходе. Вот. Значит, как это работает? Два основателя. И в отусе было. Это Дмитрий Волошин. Он специализировался именно на бизнесе. Ну, и сейчас специализируется именно на бизнесе и на обучении. Вот. И Виталий. А Виталий – он классный разработчик. Он работал в JetBrains. Наверное, слышали, допустим, фирма JetBrains. Она делает для Пичарма штуки, для Java штуки. Ну, IDE-шки. Наверное, слышали. Вот. И, собственно, Виталий там работал. По-моему, фирма находится у нас в Питере. Она одна из самых классных российских фирм. Вот. И они вместе скооперировались и создали отус. Это было довольно давно. Потом это все начало бурно развиваться. Вот. Сейчас получается тут адекватная статистика, что 9000 студентов уже прошли занятия. Вот. 299 в данный момент групп. 249 преподавателей. 40% студентов, они проходят курсы повторно. Ну, и, собственно, вот она линейка курсов. Тоже, может быть, смотрели. Из Питона у нас есть, получается, базовый Питон. Это для новичков. Кстати, я вам сейчас ссылочку кину. Тоже посмотреть. Вот. В чате пусть она хранится. Так. Дальше. Есть Питон продвинутого уровня. Это больше о глубине, так скажем, Питона. Там идет разбор. Множество тем на Питоне. Плюс разбор на языке C. Как там внутри устроен Питон. Вот. Плюс наш курс веб-разработчик. Это больше про веб. Плюс здесь есть JavaScript отдельно. Плюс это про разработку как раз именно под веб-сайтов на Питоне. Так. Что-то я не стал. Ушел. Значит, есть у Отус образовательная лицензия. И смотрите, именно поэтому можно выдавать как раз сертификат о повышении квалификации. То есть это все официально. И вот он числится где-то там в реестре, что вот такой вот есть сертификат. Значит, есть, получается, личный кабинет, курсы для профессионалов. Кразненько подведу итог. Авторские программы, которые разрабатываются с учетом рынка. То есть как раз вот мы вначале смотрели вакансии. Ну и курс я старался делать, чтобы все это удовлетворяло вот этим вакансиям. Дальше. Преподаватели всегда практики. То есть других не берут. Других это преподаватели-преподаватели. Так, дальше. Занятия в онлайн-формате. Получается, стараемся мы их делать актуальными. Можно оплатить курс частями. Понятно, нацеленность на практику. Быстрая обратная связь. Ответы на вопросы. Проекты. И собеседуемся с партнерами. Мне вчера преподат на мой вопрос заявил, что вообще не знаю, зачем мой вопрос был. Покладский дикт. Хорошо. Бесплатно было. Как я застрахована от этого? Хорош, кстати, вопрос. Я думаю, что можно потестировать преподавателей. Вот. И если не понравится, можно вернуть деньги. Ну это такой практический вариант. Просто там было, что можно вернуть деньги. А так, ну я только могу, вы только можете, наверное, нам поверить, что преподаватели проходят отбор, собственно, на все практики. И вот такая вот штука. Ну а подумать, кстати, интересный вопрос. Вот. Я сейчас дорасскажу и еще об этом подумаю. Ну то есть именно про то, как проверить. Потому что действительно хороший вопрос. Видно, что вам не все равно, куда вы пришли, зачем и так далее. Так. Предлагают работу. Тут все понятно. Наверное. Так. Задавайте, пожалуйста, вопросы. Я сейчас подумаю еще над вашим вопросом. Он очень интересный. Значит, смотрите. Еще раз расскажу про преподавателей. Получается, что, вот как я сказал, у нас все преподаватели, они в практике. То есть работают где-то в фирмах по разработке, по нашей теме. То есть это Python и Java. Если вы зададите им вопрос, я думаю, что они смогут от него ответить. Особенно, если он базовый, про словарик. Вот. Значит, дальше. Если вопрос, ну, например, там не поняли или что-то еще, я думаю, что тоже можно, например, его задать снова. Будет в Slack или куда-то еще. И обязательно ответит другой какой-нибудь преподаватель. То есть обычно с этим проблем никаких нет. Если в плане компетенции, ну, я могу только за свою команду сказать, у нас все, я думаю, что знают как базовые вещи, так и все вещи, которые, ну, требуются им, по крайней мере, на работе для разработки. Ну, а там уже, собственно, в процессе все это дело узнается. У нас, получается, анкеты преподавателей есть на сайте. По обучению у нас есть, кстати, вот, тоже хорошо спросили. Я все эти моменты из головы пытаюсь сейчас достать. У нас после обучения есть всегда обратная связь. То есть после каждого занятия и после конца курса, где можно оценить преподавателя и можно, ну, то есть сделать какие-то пожелания. То есть что не понравилось, что понравилось и так далее. Это всегда делается. Ну, и так вот каждый раз мы стараемся курс улучшить, получается. Хорошо, кстати, что я про это вспомнил. Опрос есть даже для нашего Dodo. Я вам сейчас его скину. Вот. Про эти опросы даже у нас, ну, ходят всякие шутки, что они реально после каждого урока, мы просим их запомнить, чтобы все это дело улучшить, получается. Вот. Надеюсь, более-менее ответил на вопрос. Я стараюсь свой курс сделать всегда лучше. У нас после каждой группы вот как раз есть обратная связь. И что-то я добавляю, убираю. Вот перед прошлым запуском как раз добавили темы, например, по авторизации на стороне клиента и по сборке веб-пакам. То есть постепенно стараемся все это дело еще актуализировать. Хорошо. Вроде бы все. Я рассказал, что хотел. По крайней мере, у меня в тезисах не осталось больше пунктов. Задавайте, пожалуйста, еще вопросы. Давайте я немножечко подожду. У нас как раз вот в час мы уложимся, я думаю. И будем завершать. Если еще как раз вот интересно посмотреть, как это дело происходит, еще раз приглашаю вас на открытый урок. Он будет 15 числа. На тему библиотеки для Django. Там я уже как преподаватель проведу. Ну и будет похоже на реальный урок. С небольшими ограничениями. То, что чат у нас, получается, будет опять заторможенный чуть-чуть. Голоса не будет. Ну так можно будет оценить. Немножко жду еще вопросов. Может быть, у кого-то есть. Значит, так, ссылочку я скинул. Там, кстати, есть в записи еще старые открытые уроки. Их тоже, может быть, интересно будет посмотреть. Ну, на какую-то вам интересную тему. То есть я помню, вот был урок, допустим, по тестам. Кому интересно тесты, можно глянуть. Просто нас просят делать открытые уроки, чтобы они отличались. Ну, то есть темы от курсовых. И там, бывает, попадаются какие-то интересные темы. По-моему, записи, кстати, есть вот где-то здесь. Это должно быть. А, вот. Допустим, предыдущий открытый урок был магия в питоне. И его вел у нас как раз не я, а вел у нас Евгений. Ну и вот важно так посмотреть. Ну или так просто местами пролистать. То есть как оно происходит, как нравится, не нравится. Еще немножко жду. Две минутки есть. Мы тоже делаем тесты, да, на входе, потому что, ну, будет очень плохо, если, например, человек придет и с теми знаниями, которые нужно, как бы и нам плохо будет, и ему плохо. Потому что курсы не с нуля, мы не можем все рассказывать, с нуля, с нуля. Поэтому есть тесты. Единственный момент, там бывает тяжело, как я говорил, составить хорошо вот эти тесты. То есть у нас, допустим, в тесте проверяется на курсе больше, что вы и того, и того, и того, и того, и того все знаете. Ну, как бы всего по чуть-чуть. Вот. Но если, например, загуглите те же вопросы, то тоже можно задать тест. Но это будет не очень хорошо. Очень внимательный лектор. Спасибо, стараюсь. Так, хорошо. Если вопросов больше нет, то будем тогда завершать. Вот. Продолжим уже на открытом уроке, кто придет. Вот. Ну и потом, естественно, всех приглашаю на курс, кому понравится. Там уже общаемся детальнее. Так, спасибо, что пришли. Желаю вам удачи. Ну, в любом случае успехов в вашем развитии, в IT, в программировании, в питоне. Вот я тогда мероприятие завершаю. Запись у нас останется. Вопрос приложил. Если не приложил, меня будут ругать. Вот, пожалуйста, тоже запомните. Все тогда. Всем большое спасибо. Мероприятие буду завершать. Жду вас на дальнейших открытых уроках, либо уже на обучении. И всем пока. Ну, особенно те, кто с нами был, вопросы задавал. Спасибо за участие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.